Чувашия присоединилась ко всероссийской единой декаде ГТО, которая пройдет с 15 по 25 мая. Во время декады еще больше любителей физкультуры смогут официально зарегистрировать результаты. В республике продолжается внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Завершился первый этап сдачи нормативов для школьников и уже начался второй. В итоге самые сильные и выносливые будут представлять нашу республику на всероссийском финале, который пройдет в августе в Белгороде. Пока тестирование можно проходить только в четырех муниципалитетах Чувашии. Однако в ближайшие месяцы этот вопрос будет разрешен. Остальные центры, коллеги, мы создаем, не дожидаясь федерального указания. Нам, в принципе, на коллегию ждали такое вручение, чтобы центры в каждом муниципальном образовании должны создаваться. И поэтапно мы будем их укомпектовывать необходимым спортивным оборудованием. Имейте, пожалуйста, в виду. Наша с вами задача, значит, наша с вами задача, наверное, уже с нового учебного года, составив графики по сдаче ГТО, чтобы эти центры тестирования уже начали сдавать тестовые испытания школьники. В рамках Декады ГТО для жителей республики состоятся спартакиады до призывной молодежи, показательные выступления по выполнению нормативов, встречи со спортсменами и, конечно же, сам прием нормативов. Для того, чтобы результаты тестирования были официально внесены в базу, каждый должен иметь свой идентификационный номер, который присваивается при регистрации на федеральном сайте «Готов к труду и обороне». Кроме спортивных мероприятий, в рамках Декады пройдет и творческий конкурс на лучший рисунок АГТО. Принять участие как в конкурсе рисунков, так и в выполнении нормативов может каждый, поэтому начавшаяся всероссийская Декада должна стать праздником для всех. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.